Стали известны мотивы нападения на девушку в Алматы. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу сестра пострадавшей рассказала, что все произошло из-за ревности. Напомню, 18 июля мужчина средь бела дня нанес алматинке множество ножевых ранений. Затем, как выяснилось, ранил ее мать. Накануне стало известно, что нападавшего задержали. Как оценивают состояние пострадавших врачи и как удалось поймать агрессора. Все подробности и истории у Дамира Анитова. Все произошло ближе к полуночи. Потрадавшая алматинка Надира Сакиева приехала домой на такси. Как вдруг, экс-бойфренд набросился на нее. Мужчина повалил Надиру и нанес ей множество ножевых ранений. На девушке практически не осталось живого места. На крики о помощи первой выбежала ее мать, которая также получила ранение в живот, рассказывают соседи. Старший сын вышел, снял с себя футболку. И до приезда скорой мы оказывали первую медицинскую помощь. Сын прижал в футболку, брюшная полость была сильно ранена, оттуда прям кровь шла. Она была до приезда скорой у него на коленях. Скорая ехала минут 15-20, наверное. Минут 15-20 ехала. Маме тоже оказали первую необходимую помощь. Поняв, что соседей стало больше нападавшей, пустился в бега. Задержать его пытались около 10 мужчин. Среди них был и военнослужащий Жархымбек Айдарханбеков. Минут через 5 там ребята подошли тоже с того же района. Мы вместе около 10 человек зашли, там больше, там не считал я. Зашли, искали, да, да, в кладбище туда зашли внутрь. Искали, потом минут через 10 они вверх поднялись. Я остался и попросил душевелка остаться со мной, помочь. Далее герой нашего сюжета и двое мужчин искали нападавшего среди могил. В какой-то момент они услышали шелест травы и направили сюда. В кустах сидел мужчина. Он не был вооружен. По словам очевидцев, он не оказывал сопротивления и сразу же сдался. В департаменте полиции сообщили, что нападавшего задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного задержания. Сами пострадавшие находятся в седьмой больнице. Врачи рассказали об их состоянии. Пациентка, первая пациентка 23 года, множественные колты, разными ранениями, грудно-клитками, брюшной полосой. Экстренно было проведено оперативное лечение с соответственным протоколом. После операции она находится в реанимации. Вторая пациентка, после операции, сразу же в реанимацию. Мы там понавлюдали, с аппарата сняли. И после стабилизации гемодинамики перевели тот же день в отделение. Все эти дни в больнице находится родная сестра пострадавших. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу она рассказала мотивы нападения на ее сестру. Знаю правду. Он до этого угрожал. До этого мы писали заявление, она писала, даже я писала. Он угрожал, что сказал, ты будешь моей, только моей. Или же ничьей. Я тебя зарежу, убью. Зато я буду сидеть в тюрьме, а сын вырастет, он сам поймет. Это была ревность. Это не то, что ревность была, это, знаете, человек психически больной. Она вот с работы приезжает на такси. Было пару раз, что он даже нападал на таксистов, избивал. Кроме того, Наргиза рассказала, что мошенники хотят нажиться на горе их семьи. Оказалось, что неизвестные от ее имени организовали сбор средств и указали неправильные реквизиты. Поэтому она призвала казахстанцев быть бдительными. Девушка намерена обратиться в полицию. Дамир Анитов, Ганни Калуов, телеканал Алматы.